Так, вот это у меня жимолость, ой, не жимолость, все, что говорить, голубика, сорт Blue Gold. Я долгое время считала, что это Blue Crop, я его купила в питомнике, вот, купила очень маленький, не знала, что такое голубика, купила его уже, наверное, 5 лет назад, получается, но надо смотреть, 4-5 лет, надо точно смотреть, потому что у меня есть переписка, и, в общем, все там зафиксировано. Купила вот таким вот его саженцем маленьким, спросила, что с ним делать, мне сказали, там уже все есть в земле, ничего, просто посадить, вот, это первая ошибка, потому что первое, надо было расправить корни, потому что в коржке обкрутились вот так вот, конечно, надо расправлять корни. Второе, кислую почву надо готовить. Я этого ничего не делала, воткнула и воткнула, и он у меня рос вот 4 года, может быть, 5 даже, 4, да, наверное. В прошлом году я узнала, что, думаю, что-то он мне ягод не дает, и, оказывается, надо было кислую почву. Я поехала в лес, набрала хвойного опада, подстелила, он у меня дал прирост хороший, пошел в рост. В этом году я узнала, что там надо кислый торф, я его выкопала, посадила в кислый торф, потом, оказывается, он у меня еще пошел, потом снег, вот, листочки подмерзли вот таким образом, да, покраснели, ладно. Потом, оказывается, надо было отгораживать. Я его в бочку посадила, с дырянным дном, потом вроде как выяснилось, что лучше не с дырянным дном, а дно вообще убрать. В общем, я его опять выкопала сегодня, раскопала яму, вот, обложила ее мешковиной, ну, что мешковиной, что пленкой некоторые делают, туда засыпала торфа, туда засыпала, положила гнилушки из леса, пенечки, туда опилки, туда кислый торф посадила. Когда вот высаживал уже, его уже мутозил, мутозил этот куст. Вот видите, он уже вот в этом году хорошо вырос, из маленького вот такого, он прям уже, ну, больше, чем, наверное, полметра, он уже высотой, в принципе, можно было уже плодоносить. Вот. И оказалось, что вот в последнем, значит, уже перемещении в бочки, когда он рос, он там аккрематизировался, видите, уже пошли вот дополнительные веточки, то есть ему там понравилось, видимо. Листочки все позеленели, почти все, ну, некоторые вот еще остались на кончиках, этот от заморозков. Пошел в рост, и я его увидела сегодня уже, что он тут даже цветоносы пытается выпустить. Вот, цветонос. То есть, наконец-то я его доняла, листочки все, вот тоже были мелкие-мелкие вот такие вот листочки, сейчас уже вот начали нормальные делать, крупные листочки, но уже я уж выкопала из бочки, посадила вот таким способом, опять туда добавила всего, серый коллоидный, все, в общем, все как положено. Буду надеяться, что я все-таки поем с него ягод, вот видите, уже столько, и вот даже какой-то прирост. По-моему, тут почка уже плодовая идет, не знаю, можно попробовать прикопать еще побольше, чтобы корешков было. Некоторые вот, конечно, сухие, тут, наверное, обрезать надо. Мне кажется, это сухие ветки, нечего им тут мотаться. Вот, ну что, я, наверное, не посоветую вам брать маленькие саженцы, именно голубики, потому что они, ну, туго растут, если, особенно если у вас нет подходящей почвы. Сразу почву лучше готовить, чтобы хорошо пошли. Сейчас покажу. В этом году я посадила еще несколько саженцев. Так, вот надо мне их, кстати, запомнить, подписать, потому что сейчас уже рассаживаю. Вот второй мой, тоже вот из малого. Мне сказали, что надо парочку, но я и парочку. Маленький был. Так, тут яма у меня заполнена как следует, кроме того, что я не отгородила пленкой. Ну ладно, трогать пока не буду, это патриот у меня. Вроде ему все нравится, листочки зеленеют, пошел прирост. Листочки вон делаются большие. Смотрю, вдруг он тоже решит мне цветоносы какие-нибудь дать. Я пока не вижу плодовых почву, что следующий год достаю. Ну, в принципе, он уже рост в рост пошел. Ну, посмотрим, если ему не понравится, уже пересажу еще раз. И замучила кусты на своих ошибках, так сказать, чуть-чуть. Сейчас посмотрю. И просто, может, еще место не нравилось. Сейчас посмотрю, еще покажу, как я в этом году нормально посадила. Вот у меня здесь кустик стоит. Ну, кстати, уже он большой, тут уж некуда, ему надо поднимать, значит, пленочку. Не пленочку, а вот кормным я сделала, чтобы солнце слишком не жарило. И вот, смотрите, здесь бочка старая, без дна отпилила я дно у пластиковой бочки, заполнила торфом, хвойным опадом, всякими палочками. Вот, чтобы была микориза. Не видно, да, вот так вот, что-то беленькие. И, видите, листочки просто, по сравнению даже с теми, большущие. Это не отзор, это ему, значит, нравится. Еще я его укрывала, как раз под снег попал, но тут все в порядке. Я его вот укрывала и практически чуть-чуть его только дал, заморозок его взял. Вот, и смотрите, вот ягоды. Пошли ягоды. Отцвел. А это вот блюкроп. Вот, который я думала, что это блюкроп. Блюголт там был. А это блюкроп. Блюголт, кстати, высокоросли, по-моему, надо будет посмотреть. А блюкроп не такого, скажу. Ладно. И вот он, смотрите, завязал мне ягоды. То есть, вот, тут я его не мучила. Тут я его сразу посадил как следует. Но кто же знал, что как следует надцарывать. Смотрите, росточки вот эти вот новенькие. Вот. И листики прям вот хорошие, большие. Прям вот как надо. Здесь я поставил бутылку. Видите, у меня капельный полив своеобразный. Потому что почва не должна пересыхать. А излишки почвы, конечно, уйдут. Ой, излишки влаги, уйдут в почву. Потому что дно никак не закрыто. Ни в коем случае дно не закрывайте. И червячки там подкопаются. В общем, чтобы это все хорошо было укрывать. Ну, это я уже думаю. Видите, ему комфортно, значит, правильно. Я тут укрымный поставила. Потому что, ну, жарит солнце сюда. Я вот когда еще даже сажала, заметила, что здесь, в такое место, сюда жарит солнце. Поэтому вот поставила пару дуг и на укрывной повесила. И у него такое небольшое притенение, не сильное притенение. Там пчелки все летают, туда пуляют, все как надо. Вот. И пока не знаю, как размножать, честно сказать. Здесь, по-моему, тоже можно прикапыванием. Вот можно прикопать, попробовать. Но вроде очень долго он тут делается. Ладно, сейчас попробую этот маленький кустик прикопать. Возможно, что из этого выйдет. И еще, сейчас посмотрю, еще один кустик. У меня еще один патриот. Но здесь он у меня похуже чувствует себя. Есть ягоды. Так, сейчас я... Вот эти, не знаю, вызрит ягоды или нет, маленький. Может, вызрит. Листики тут, конечно, тоже под снег попал. Замерз, бедняжка. Листики такие, ржавые. Я его укрыла. Но вот эти вот подмерзли. Ягоды, уберем их. Вот. Даже вот рядом лист. Подмерзший. Уберем. И вот ягоды, может быть, вот этот вызреет. Он у меня поменьше. А здесь тоже в контейнере посажено. Все как положено. Ну, посмотрим. Вроде... Ой. Вроде дает. Видите? Дополнительно вот это новенькие. Какие они светленькие? Вот новенькие. Лист тут поменьше. Но раз он дает, прирост, наверное, нравится ему. Здесь немножко своеобразное притенение. И плюс у меня вокруг цвет цветы. Но так как корни отдельные, я надеюсь, что ему будут понравиться. Пока не буду трогать. Посмотрю, кто где лучше сидит. И уже там буду решать с пересадками. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.